Богословский, я хочу сказать, кстати, о богословстве. Знаете, это очень хороший переход, правда? Я тут некоторые режиссеры переживают, мучают. Знаете, это очень сложный ход. Я прям как непринужденно. Кстати, о богословстве. Что значит непринужденность в гостях у богословства? Вот сейчас, когда Марк Бернесс вспоминал старые песни, новые, добрые песни, которые вместе сочинялись, вместе исполнялись и уже выдержались пытания временем, я вспомнил одну очень маленькую историю о рождении одной песни. Тут Сергей Сергеевич Смирнов уже говорил о том, что Никита Богословский человек, наделенный юмором. Он любит шутку, любит веселую мистификацию, любит то, что мы называем розыгрышем. Но мы были моложе, это было до войны. И однажды на Киевскую киностудию, мы приехали вместе с ним, нас пригласили туда писать композитора, соответственно, музыку, а у меня тексты песни, я тогда этим немножко занимался, к фильму «Большая жизнь». И вот мы работали вместе с Богословским, он мне наиграл мелодию и сказал «Сделай рыбу». Что значит «сделать рыбу»? Это, понимаете, не все. Значит, это эскиз, так сказать, ритмический строй будущей песни. Тут не остается времени для того, чтобы просто сразу написать песню, и в ритме этой мелодии сочиняются какие-то случайные слова. Иногда называют это не рыбой, а болванкой. Болванкой. Кстати сказать, в отдельных случаях это является одновременной оценкой качества и текста, и музыки, но это отклонение. Я бы не об этом сейчас хотел говорить. И вот, стало быть, мне Богословский наиграл мелодию и сказал «Сделай рыбу» или «Болванку», как тебе будет угодно. Я торопливо это написал, а потом дня через два написал, собственно, текст песни, и обстоятельства потребовали моего вылета в Москву. У меня были дела. Я вернулся спустя день в Киев, поднялся в номер, где меня ждал Богословский, и спросил «Как дела? Как наша песня?» Он помялся и сказал «Ты понимаешь, какая история? По музыке замечаний нет. Музыка, в общем, понравилась. Я говорю об этом без ложной скромности, но музыка понравилась. А по тексту у редактора есть какие-то замечания. Я говорю, какой редактор? Он недавно назначен, он раньше не работал в искусстве, сейчас он работает. В искусстве это бывало раньше, иногда сейчас случается. Пройди к нему. Мне сейчас страшно при мысли о том, что человек, о котором идет речь, может быть, сидит сейчас дома у телевизора и вспоминает эту историю. Но я щежу его, я не буду называть его имени. Я пришел к этому человеку и сказал «Здравствуйте, я Ласкин». Он сказал «Я догадываюсь, что вы Ласкин. Садитесь». Он говорил, не поднимая глаз. Я понял, что ничего хорошего ждать не приходится. «Ну, как песня, сколько мог бодрость», – спросил я. Сказал «Вы на меня не обижаетесь, Борис Савельевич?» Музыка, по-моему, удалась. А вот что касается текста, вы понимаете, вы только поймите меня правильно, вы не обижайтесь на меня. Я понимаю, что поэзия, может быть, несколько глуповато, поэтому говорилось в свое время. Но вы, в общем, я не хочу даже полемизировать, я просто вам прочитаю ваш текст. Музыку вы помните, вероятно. Может, вы мне объясните, что вы хотели выразить этой своей песней. Он взял текст и прочитал мне. Я его помню до сих пор, но для верности я его записал снова. Вот что вы написали, сказал. «Ходит парень бедненький, ходит парень бледненький, Ничего не кушает, пьян одной водой. Знают все товарищи, знают все наследники, где теперь работает парень молодой». Вы понимаете, тут масса каких-то неувязок, бессмысленно. «Почему парень бедненький, почему он бледненький, почему он ничего не кушает? Как это объяснить? Дело происходит в наши дни, вероятно, какой-то рабочий человек». Вы понимаете, не вполне понятно. Может, вы как-то дожмете, как-то доработаете, пьян одной водой. Это уж совсем загадочно, не объясняет. Ну и что же? Ну, излишне вам говорите, что Богословский мой отсутствие подложил к музыке болванку или рыбу, а текст лежал в стороне. Но мы решили пощадить эту жертву шутки розыгрыша. Я сказал ему, что вы знаете, я серьезно продумал все ваши замечания и постараюсь исправиться. Я работаю вот над этой песней недавно, я сижу еще денек-другой, и песня будет готова. Ну и какая песня у вас родилась? А песня родилась такая. «Спят курганы темные, солнцем опаленные, туманы белые ходят чередой, через рощи шумные и поля зеленые, вышел в степь в Донецкую, память молодой». А Бернес, кстати говоря, сейчас все забыл и все перепутал. Но прошло уже два года. А песня через будущем году будет праздновать свои 30-летия. Все отношу за счет успеха мелодии и ухожу в тень. На этом это все, что я хотел по этому поводу сказать. Одновременно добавлю, что у песни, которая остается жить с людьми, завидная судьба, и к этому надо стремиться. Это понимают и Марк Фрадкин, и Александр Пахмутов, и Никита Богословский, все популярные и любимые нашим народом композиторы. Песни живут сами по себе. Это счастливая жизнь песни. Правда, Леонид? Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...